Здравствуйте, друзья! Рубрика про витамины. И сегодня наш герой витамин К, витамин коагуляции, свертывание крови. То есть, если много съесть, то произойдет тромбоз. Но это прям очень много, это 40 мг, и такого сложно съесть. Что еще делать? Защищает косточки женщин, которые на паузе, от остеопороза. Это очень важно. Способствует росту костной ткани. И участвует в образовании остеокальцина, а остеокальцин тоже способствует развитию костной ткани. То есть, это защита от остеопороза. А также защита от кальцинатов. Кальцинаты, это когда соли кальция откладываются в атеросклеротических бляшках, в мягких тканях и даже на хрящах, что не очень хорошо. Сколько надо в течение дня? В микрограммах очень небольшое количество, 120 мкг. А в течение дня мы с вами с пищей съедаем от 300 до 500 мкг. Поэтому никакого дефицита по витамину К в нашей пище, к счастью, нет. Достаточно съесть 100 г шпината, чтобы взять суточную норму. 10 г шпината, 100 г томатов. И в растительных маслах очень много витамина К. И даже тетруют растительные масла, чтобы не дать передозировки. Есть витамин К1, есть витамин К2. Витамин К2 из пищевых источников точно таких же поступает. Делается частичной кишечной микрофлорой. Да, ребята за нами следят там и помогают. И делается из витамина К1. Может у меня дефицит? Если у вас есть окостенение хрящей, то возможно дефицит. Если у вас есть кальцинаты. Ну понимаете, у кальцинатов много разных причин. Чаще всего вторичный гиперпаратириоз, но это отдельная тема. Или есть кровоизлияние, то возможно конечно дефицит. Но посмотреть витамин К в крови, ну как бы нереально невозможно. Поэтому мы акцентируем внимание на ваше питание. И на то, как вы себя чувствуете, если жалоба. Как выбрать витамин К? А мы его не дозируем, не добавляем. Потому что достаточное поступление с продуктами питания. В каких программах я использую? Ни в каких программах К1, К2 я не использую. Но исключение составляют те люди, которые используют статины. Потому что использование статинов приводит к дефициту К2. Именно сейчас много говорят о К2 в связи с тем, что применяют статины поголовно. А те люди, которые использовали антибиотики, имеют дисбактериоз. Соответственно тоже возможно нарушение синтеза витамина К2. Передозировка бывает. И она характеризуется ростом количества тромбоцитов. Возможное сгущение крови и даже тромбоза. Поэтому кушайте много зелени. Все, что зелененькое, содержит витамин К, К1 и К2. И занимайтесь нормализацией кишечной микрофлоры. И все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!